Чтобы на все лето, до осенних морозов украсить свой сад, придомовую зону и даже балкон, не обязательно выращивать сложные в уходе цветы. Сегодня я хочу рассказать об одном очень красивом, неприхотливом и универсальном растении, которое обладает не только непрерывным и длительным цветением, но и полезными свойствами. Называется настурция. В среде настурции есть самые разные сорта и около 90 видов, которые отличаются формой и окраской цветов, листвой, а также размерами. Есть невысокие представители, ампельные и вьющиеся растения. Плетистую настурцию можно выращивать как в открытом грунте, так и в контейнере. Этими растениями часто украшают балконы, заборы, садовые арки и подпорные стенки. Из настурции получаются красивые цветочные панно. Это одна из самых ярких и неприхотливых культур для вертикального озеленения, если же вы ей не предоставите опору. Ее побеги будут красиво селиться по земле, создавая пестрый цветочный ковер. Очень эффектно смотрится настурция в виде обрамления клумб и цветников, а также высаженной вдоль садовых дорожек. Ее плети украсят подпорные стенки и южные склоны. Этот цветок отлично подходит для контейнерного выращивания, особенно для подвесных кашпо. Посадив его на своем балконе или террасе, вы будете наслаждаться его ярким цветением все лето до самых морозов. Немногие знают, что среди настурции есть очень экзотические виды, которые способны также украсить ваш сад или балкон. Например, настурция лазаревая. У нее совершенно необычные по форме и окраске цветы. Они скорее напоминают крупные незабудки или цветы виолы. Лепестки раздвоенные, окрашенные в сине-голубые оттенки. Центр бело-желтый. Этот вид также хорошо разрастается и оплетает разные вертикали. Цветет обильно и долго. Листва настурции лазаревой также сильно отличаются. Она намного мельче, чем у других видов. Эта настурция поражает своей красотой, нежностью и обилием цветов. Однако уход ей потребуется более тщательный. Выращивайте ее лучше в объемном контейнере в хорошо освещенном месте. Своевременный полив и подкормки обязательно. А вот суперпрочная опора этому виду не нужна. У него хоть и длинные, но достаточно тонкие плети. Настурция лазаревая пока еще мало знакома цветоводам средней полосы, но заслуживает того, чтобы на нее обратили внимание. Это растение не только украсит ваш балкон. Базоны с плетистой настурцией можно расположить на хорошо освещенной террасе, возле садовой арки или беседке. Не менее экзотическая еще одна редкая лиана с цветами, напоминающими парящие птицы. Эта настурция канареечная. Ее цветение выглядит как порхающая стая желтых птичек. Лепестки этой настурции очень схожи с канарейкой в полете. Сама лиана может достигать большой высоты, красиво оплетая разные вертикали. Она будет очень эффектно смотреться в декорировании заборов и стен. Ее также можно растить и как контейнерную культуру. В средней полосе настурцию привыкли выращивать как однолетник, так как она не выносит длительного понижения температуры ниже минус 6 градусов. Но есть вид, корни которого выдерживают морозы до минус 20 градусов. Эта настурция многолистная. Есть и другие не менее интересные виды, которые редко встречаются в наших садах. При желании семена этих растений можно найти на сайтах интернет-магазинов, которые занимаются продажей экзотических культур. Настурция удивляет не только разнообразием форм и окрасок цветов. Это растение вполне съедобное. Употреблять в пищу можно все части настурции, кроме корней. Чаще всего ее цветами украшают разные блюда, а молодые листья используют для приготовления салатов. По вкусу они напоминают крест-салат и придают блюдам приятные, острые и пряные нотки. Еще в древности это растение выращивали как ценную витаминную приправу, возбуждающую аппетит. Настурцию называли кардинальским салатом, считая ее источником здоровья и продления молодости. В кулинарии также используют ее плоды, их солят и маринуют. Они вполне заменят вам дорогие деликатесные каперсы. Но это еще не все положительные качества настурции. О целебных свойствах этого растения можно рассказывать бесконечно. Его широко используют как в народной, так и в официальной медицине. Список его лечебных свойств просто огромный. Для нас, садоводов, эта культура поистине ценная и не только своим мобильным цветением весь теплый сезон до прихода устойчивых холодов. В составе настурции имеется целый кладезь ценных биологически активных веществ. Это позволяет ее применять как бактерицидное и инсектицидное средства. Настурция убережет многие растения от болезней и вредителей. Именно поэтому ее часто выращивают рядом с овощами, на грядках и в плодовом саду. Более того, она также улучшает и обогащает почву, отпугивая нематоду и угнетая грибковые инфекции и болезнетворные патогены. После настурции хорошо растут многие цветы и овощные культуры. Опытные садоводы высаживают кустики настурции в междурядья. А по окончанию сезона ее ботву прикапывают в почву или мульчируют ею разные многолетники. Настурция также отлично подходит для выращивания в приствольных кругах деревьев и кустарников. Ее присутствие благотворно действует на почву и растения. А яркие цветущие плети не только украсят, но и прикроют почву от прорастания сорняков. Таких универсальных, красивых, полезных и длительно цветущих растений, как настурция, надо еще поискать. Если вы посадите несколько кустиков возле дома или зоны отдыха, вы не только будете наслаждаться все лето и часть осени ее яркими цветами, но и приятным ароматом. С посадкой настурции, наверное, справятся даже дети. Ее семена достаточно крупные, их очень удобно высевать. Они обладают хорошей вскожестью и быстро прорастают, особенно если перед посевом их замочить на некоторое время в теплой воде. Обычно посевы проводят в мае, прикрывая их белым агроволокном. Это позволит уберечь молодые всходы от палящего солнца и нашествия крестоцветной бложки, которая как раз в этот период особо свирепствует, нападая на нежную, сочную листву. К составу почвы настурция также неприхотливая. Единственное, не стоит ее высевать в кислый и песчаный грунт. Плодородие земли не обязательно, скорее наоборот. Ведь на чересчур удобренной почве растение станет активно наращивать листовую массу в убыток цветения. Постоянно поливать свою настурцию вам также не потребуется. Редкий полив будет стимулировать корневую систему развиваться вглубь почвы. А вот пересаживать уже подросшие кустики не стоит, настурция это не любит. Природный ареал настурции это Южная и Центральная Америка. Там ей дали свое название – капуцин. Растение не только неприхотливое, но и универсальное. Есть декоративные сорта и гибриды, плети которых способны достигать высоты полтора и более метров. Например, настурция большая отрастает на 3 метра, а настурция иноземная достигает 4-метровой высоты. Конечно, для нормального развития этим лианам потребуется прочная опора. А для обилия цветов их лучше высаживать на хорошо освещенных участках. Цветение яркое и длительное. Красочные граммофончики поражают своим ароматом и всевозможной окраской. Есть даже сорта с махровыми и очень крупными цветами. Лепестки настурции напоминают дорогой бархат. Листва также по-своему декоративные. У нее своеобразная круглая форма, интересный рисунок и приятный цвет. На фоне листьев очень эффектно выглядят яркие цветы, которые могут быть ярко-оранжевыми, желтыми, белыми, розовыми, красными, бордовыми и прочие окраски. Вьющуюся настурцию можно выращивать как почвопокровник. Она не только задекорирует участки в саду, но и прикроет землю от сорняков. Это растение красиво украсит стены построек и соборы, а также подвесные кашпо. Кстати, настурция способна давать свой самосев, что тоже очень удобно. Из этой культуры можно вырастить красивые цветущие ширмы, настенные гобелены и воплотить в жизнь самые разные садовые идеи. Тем более, что справиться с этим цветком будет под силу даже начинающим садоводам. Настурция порадует вас цветением в течение всего лета до устойчивых холодов и никаких особых хлопот от вас не потребует. Друзья, большая к вам просьба, поделитесь своим мнением и опытом выращивания настурции. Я буду благодарна всем вашим советам, лайкам и комментариям. Не забывайте также подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк и до новых встреч на нашем канале Добрый Сад! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok